Знаете, мы живем в трудные времена, и каждый день появляется что-то новое. Аллаху известно, с чем столкнется в будущем наша молодежь, а мы не знаем. Будучи отцом, у меня трое сыновей, я думаю об этом каждый день. В каком мире вырастут мои дети? С какими трудностями они столкнутся? С каким кризисом самоопределения они столкнутся? Но Америка и трудности, в которых родился и вырос я, кардинально отличаются от тех, с которыми столкнутся мои дети. Но чтобы эти дети и общество процветало и продвигалось, нужно учиться. Да, мы будем сталкиваться с непривычными проблемами, но запомните одно. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, уже имели место когда-то в истории человечества. Мы не первые и не последние. Подобные трудности уже имели место. Если мы достаточно мудры, чтобы прочитать, изучить и обучиться, то мы найдем ответы. Однажды я вел урок в классе на тему социальные сети, болезнь соцсетей. И во время этого урока я сказал присутствующим, чтобы они подняли свои руки, если видели плохие вещи, происходящие в социальных сетях. Я перечислил 10 вещей, видели ли вы это в соцсетях, видели ли вы то в соцсетях, видели ли вы людей, делающих что-то. Я перечислил 10 вещей, и на каждую вещь вся толпа поднимала руки, так как имели опыт в этом у себя в Фейсбуке, Твиттере, Снэпчате, Инстаграме. Они видели эти вещи. В конце я сказал этим людям, что это всеобъемлющий список, и тот, кто сделал этот список, вложил глубокий смысл в него. И я хочу, чтобы вы знали, что тот, кто сделал этот список, никогда в своей жизни не пользовался Фейсбуком. Хотя Фейсбук появился лишь на тысячи лет позже. Имам Газали, да смилуется над ним Аллах, написал этот список. 10 болезней языка. Ну, вообще-то их упоминается 20 в книге Ихья, в более обобщенной версии. И он перечисляет их там. И спустя даже не тысячи лет, а около 900 лет, мы по-прежнему читаем эти же книги и извлекаем уроки, которым нас научили эти люди столь задолго. Обязательства могут меняться, но суть и решения всегда останутся теми же. Поэтому мы, как мусульмане, должны изучать свою религию. Аллах Святой Невелик не спосылает первый аят Корана со слова «читай». О люди, идите и читайте, идите и изучайте свою религию, потому что вы окажетесь среди людей, и они станут спрашивать вас о вашей религии. И вы должны быть способны дать им ответ. Вы не можете сказать «О, позвольте мне пойти к имаму и устроить беседу между вами и имамом, чтобы имам мог объяснить вам все». Это было бы прекрасно, да, это было бы идеально, если бы имам мог сесть с каждым человеком, имеющим вопрос о религии, и объяснить ему все индивидуально. Но в реальности большинство людей не доходит даже до двери мечети, не то что сидеть в кабинете имамы. И тогда уже вам нужно будет встать на трибуну, вам нужно будет встать перед теми людьми, вам нужно будет учить исламу и преподносить ваш ислам другим людям. Поэтому вы не можете быть пассивным, относительно своей религии. Изучайте свою историю и знайте, что ваши истории в нашей религии есть как прекрасная, так и неприятная и даже ужасная. Знаете, когда мы говорим об истории ислама, то у всех людей складывается прекрасная картина, нечто идеальное, да? Словно все держат в руках четкие, и все время все вместе поминают Аллаха произнося причисто Аллах, хвала Аллаху, Аллах Велик. Это слова, которые использовались для описания сподвижников, но, к сожалению, эти описания в умах необразованных мусульман стали распространяться на всю исламскую историю. Мы думаем, что люди во время халифата были совершенными, что исламская империя была идеальной и как будто все было великолепно, словно не было никаких бед в нашей истории. Но это неправда. В истории ислама вы найдете много неприятных моментов. Имеется множество отвратительных и душераздирающих случаев. Но вы должны помнить, что ислам не виноват в том, что происходили подобные вещи. Это неправильное понимание и неправильные действия мусульман, их отклонение, которое привело эту общину к этой грани. Есть высказывание пророка, в котором он сказал, это знание религии будет сохранено из поколения в поколение людьми, обладающими справедливостью и праведностью. Аллах всегда будет выбирать группу людей, несущих знания религии и поступающих согласно религии. Всегда будет одна группа людей. Какова же будет их ответственность? Пророк сказал, что эти люди будут иметь дело с тремя уникальными категориями людей, которые будут стараться уничтожить ислам. Если вы изучите историю ислама, то обнаружите, что эти три категории людей существовали всегда. Одной из этих трех категорий людей – галин, мупталин и джахилин. Так вот, первыми являются экстремисты, которые знают религию, но бескомпромиссно воспринимают в религии все буквально и распространяют свое собственное видение религии. Тем самым они разделяют общество и людей, привнося смуту. К сожалению, в нашей общине есть и такие. Далее Пророк упоминает мупталин. Те, кто не имеют никакого отношения к религии – агрессоры, но они желают наносить вред мусульманам и хотят делать все, что могут, чтобы сломить ислам изнутри, снаружи, от основания до самого верха, со всех сторон, как только могут, лишь бы нанести вред. Третья категория людей, о которых сказал Пророк – это невежественные люди, то есть незнающие люди, люди, которые не знают, что делать во времена трудностей и оказываются в ступоре, из-за чего и причиняют вред. Поэтому Пророк говорит, что нам необходимо заниматься изучением, быть образованными, изучать свою религию, изучать свою историю, размышлять над тем, что имело место в прошлом, видя, где был упадок в истории ислама, после чего сразу пришел рассвет. Да я согласен, что мы живем в трудное время. То, что мы видим в нашем мире – это нечто беспрецедентное, потому что происходят массовые убийства. И знаете, это просто ужасно. Это общее представление ислама. Из-за того, что у нас есть социальные медиа, и любой может включить телевизор и получить порцию пропаганды того, кто сидит по ту сторону экрана и пишет сценарий. Так и есть. Но были времена в нашей истории, когда мусульмане по-настоящему страдали. Что произошло с ними? Это то время, когда монголы разграбили Багдад. Багдад был центром ислама. Это был город, построенный мусульманами. В этом городе был установлен халифат. И слово «Багдад» происходит от двух персидских слов «баг» и «дад». «Баг» означает «сад», потому что там было столь много садов. Это был такой красивый город. И после того, как монголы совершили набег на этот город, они разрушили настолько сильно, что город уже не вернулся к своему первозданному виду. Сотни тысяч, миллионы мусульман были безжалостно истреблены. И община мусульман была очень похожа на то, какой эта община является и сегодня. Все были поникшими, думая о том, что происходит, что же будет с нами. И что интересно, эта изолированность не была случайностью, так как незадолго до этого крестоносцы разграбили мусульманские земли. Так что сперва крестоносцы уничтожили мусульманские земли и убили сотни тысяч мусульман. После чего уже монголы пришли и тоже сыграли свою роль в убийстве сотен тысяч мусульман. Но помните, что были ученые того времени, которые жили после нашествия крестоносцев и монголов? Так вот люди спрашивали у них, что же происходит? Почему мы так сломлены? Что же нас ждет в будущем? Почему Господь так поступает с нами? Все пребывали в печали. Не было ни одного человека, кто бы не потерял друга, члена семьи или учителя, или ученика, или коллегу. Каждый потерял кого-то на тот момент. Каждый. И тогда ученые сказали людям, будьте терпеливы и помните, что благо и испытание от Аллаха, которое приближает нас к Аллаху, лучше, чем благо, которое отдаляет нас от Него. Иногда благо, полученное вами, может заставить вас забыть вашего Господа. А иногда вам посылается испытание, и это напоминает вам о вашем Создателе. Я научу вас воздеть руки и делать дуа и вернуться к Аллаху Святому Велик. Вы научитесь и нааба через фитнес, то есть вы научитесь тому, как вернуться к Аллаху Святому Велик посредством ваших испытаний в жизни. Аллах Святому Велик учит нас быть благородными и помнить своего Господа. И благонепременность не зайдет в каждой эпохе и на каждую группу людей, кто проявляет терпение. И в конце каждой трудности Аллах Святому Велик посылал им лидера, который возрождал дух людей, возрождал дух мусульман. Мы живем во времена испытаний. Но знаете, что эти испытания не есть нечто новое. Они уже посылались и были преодолены. Нам необходимо объединиться вместе и воспитывать себя соответственно этим проблемам и находить ответы на них. Учитесь и изучайте, и вы обнаружите в нашей истории тех, кто имел плохое намерение относительно мусульман. Они сделали неправильные попытки делегитимизировать религию. Это были те, кто пришел и думал, что самый лучший способ уничтожить ислам и его традиции – это каким-то образом найти какой-либо изъян и недостаток в Коране. Это тактика, которая использовалась еще со времен самого Пророка. То есть найти изъян в сохранности Корана, в его смысле. Затем пришла другая группа людей и сказали, давайте оставим в стороне Коран и найдем недостатки в хадисах Пророка. Потом появилась еще другая группа людей и начали говорить, оставьте Пророка, давайте найдем изъяны у сподвижников Пророка. Если мы допустим трещину в этой прочной конструкции, то все остальное просто рассыплется, так как наши традиции основываются на этих трех вещах – Коран, сунна и сподвижники, да будет доволенными всеми Аллах. И каждый раз, когда появлялись такие люди, Аллах Святой Навелик посылал поколение мусульман, которые возрождали науку, оживляли ее и показывая тем самым, что религия Аллаха Святой Навелик останется и сохранится до самого Судного дня. И теперь я перед вами с двумя предложениями, с двумя идеями. Первое, я хотел бы попросить каждого начать научиться размышлять над своей религией, начать исследовать, задумываться глубоко. Когда читаете аят, не проходите мимо просто так. Сядьте и размышляйте об этом аяте. Возьмите Коран и размышляйте над ним. Возьмите хадис Пророка и размышляйте над ним. Спросите себя, что я могу извлечь из этого? Знаете, честно говоря, чтение Корана и хадисов должно проходить под контролем ученого-богослова, учителя, но все же нужно понимать и размышлять. Был такой известный ученый из Индии, которого звали Шейх-Уль-Хинд. Его прозвали Шейх-Уль-Хинд. Мухмуд Аль-Хассан, да смилуется над ним Аллах. Он был в числе ученых, которые вели противостояние британской колонизации Индии. Из-за этого он был арестован и выслан в Мальту, в тюрьму, в которую заключали мятежников, противостоящих британской армии. Он был заключен туда и пробыл там долгое время. А когда же он был выпущен из этой тюрьмы, он произнес историческую речь. И в этой своей исторической речи он сказал, что люди, с которыми я находился там дни, месяцы, годы, то есть довольно долгий период. Он сказал, я спросил себя, почему мусульманская община находится в таком положении? Как мы докатились до такого? И он сказал, я думал и размышлял над этим так много, что каждый момент моего пребывания в тюрьме был посвящен этому. Человек стал мыслителем. И сегодня, когда я выпущен на свободу, я нашел ответы на свои вопросы. Изучая историю ислама, я обнаружил, что каждый раз причиной падения уммы всегда являлись две вещи. И что это забыли две вещи? Он сказал, первое, они оставляли Коран. Они отдалялись от Корана. И второе, они утрачивали свое единство. Каждая группа думала только о себе. Арабы думали о себе, афганцы о себе, индийцы, пакистанцы о себе, самолицы, о себе. Каждый думал только о себе. А когда такое происходит, вам становится наплевать на других людей. Притеснение становится общим. Люди могут прийти и говорить все, что захотят, и никто даже не встанет, пока вы не встанете вместе, как единая община. Пророк научил нас с этим уроком единства. Вспомните то безупречное, то идеальное общество. Это было общество пророка, али-иссаляту вассалям. И второе, о чем упоминалось после разделения, это отсутствие связи с Кораном. Потому что если человек будет связан с Кораном, то Аллах Свят Он и Велик прольет дождь мудрости на сердце этого человека. И Аллах Свят Он и Велик сохранит этот народ. И Аллах Свят Он и Велик защитит таких людей. Итак, первое, к чему бы я хотел призвать каждого из вас, стать людьми размышляющими. Размышляйте над прошлыми, готовьтесь жить с тем, что ожидает вас впереди. Второе, так как вы имеете дело с проблемами, и так как вы сталкиваетесь с различного рода трудными жизненными обстоятельствами и испытаниями, знайте, что решения есть. Вы просто должны изучить их. Вы и я должны открыть книги и обучаться согласно нашей религии. Образование стоит в центре нашей религии. И как я упомянул, первым аятом откровения была Икра, который учит нас, что это очень важное послание. Но когда вы читаете, помните это, есть те, кто читают, но все же в заблуждении. Когда я был молод и начал впервые в жизни изучать арабский язык, то был немного взволнован тем, что неужели я могу понимать и могу уже переводить. В общем, я читал Суры Аль-Бакара, и прочитав несколько страниц, я пришел к своему учителю и сказал, «Шейх, здесь проблема». Он спросил, «В чем проблема?» Я сказал, что здесь есть аят Корана, который я прочитал, но он не имеет смысла. Не могли бы вы мне объяснить? Он спросил, какой это аят? Потому что мы, как мусульмане, все слышали, и мы знаем это, что Аллах Святой Навелик сказал, «Коран – это наставление». Но этот же самый аят учит нас тому, что как Коран может наставлять, так же он может и вводить в заблуждение. Я спросил, как такое возможно? Как люди могут быть сбиты с пути? И он ответил, «Обмануты только те люди, которые являются нечестивцами, грешниками». Но другой ответ, который он дал, тоже был прекрасным. Когда ты посмотришь на первый аят Первого Откровения, то ведь этот аят не завершился одним лишь словом «икра», хотя и мог завершиться так. Первый аят Корана мог быть просто «икра» и на этом все. Это могло быть завершенным утверждением, так как это словесное утверждение. Но Аллах Святой Навелик удлиняет этот аят. «Икра» не просто читай, а читай во имя Господа твоего. Покорись Аллаху Святой Навелик, преклоните свой разум перед Откровением и знайте, что вам следует изучать и размышлять над Откровением. Вы даже можете критично оспаривать его, но знайте, что в конце концов наивысшая власть идет с Откровением, и ничего кроме этого. Сохраняйте свою традицию, сохраняйте свой ислам. Изучайте его для себя, чтобы быть наставленными, продолжая сталкиваться с жизненными трудностями. Молите Аллаха Святой Навелик, чтобы Он даровал вам благополучие.